Донбасс Главная новость недели. Убит главарь группировки ДНР Александр Захарченко. Его взорвали в кафе с говорящим названием «Сепар» в самом центре Донецка. Кто стоит за убийством? Как отреагировали в Москве и в Киеве? И что теперь может поменяться в зоне конфликта? Эксклюзивные кадры из оккупированного Донецка в сюжете Андрея Дегтяренко. Огромная потеря. Огромная утрата. На этих последних прижизненных кадрах главарь группировки ДНР Захарченко возлагает цветы к памятнику Кобзону. Смерть 80-летнего певца и политика – главная новость четверга. Но уже на следующий день донецкому боевику номер один самому пишут не пролог. Его взрывают в ресторане с говорящим названием «Сепар» в Донецке, недалеко от собственной резиденции. В том же ресторане тяжело ранен местный серый кардинал Тимофеев Ташкент. Группировка ДНР остается без своего формального руководства. Но недолго. Представлен исполняющий обязанности главы ДНР Трапезников Дмитрий Викторович. Все остальные органы, структуры работают в штатном режиме. Нового исполняющего обязанности главы ДНР публике представляют уже через несколько часов после инцидента. К сожалению, украинским дюрсантам удалось совершить диверсию, впоследствии которой погиб глава ДНР Захарченко Александр Владимирович. На глазах наворачиваются слезы. В России отреагировали еще оперативнее. Топ-политики сразу обвинили в убийстве спецслужбы Украины и пригрозили срывом Минских соглашений. Речь идет о террористическом акте. Исключает какую-либо возможность того, что киевский режим к этому не причастен. А на российском ТВ мгновенно запускают череду спецпроектов, посвященных Захарченко. Что с Донбассом дальше будет? Сейчас же в атаку пойдут, очевидно, украинские силовики. Для того и произошел этот теракт, чтобы спровоцировать ДНР на резкие ответные действия с тем, чтобы Порошенко имел возможность объявить чрезвычайное военное положение в стране и сорвать выборы. Затища в Сирии будет обозреть на Украине. Затища на Украине будет обозреть в Сирии. Два фронта, две горячие точки, которые нужны американцам. Тут идет такой информационный накат, очень мощный. Швидкая телеграмма співчуття Путина, где он обещает, что народ Донбассу никогда не будет с вами. О чем не вспоминают на российском ТВ. О том, что еще несколько месяцев назад в Кремле собирались снимать с постов Захарченко и Тимофеева Ташкента. По луганскому сценарию, как слишком одиозных боевиков. В плане реинтеграции он не очень подходящий человек, в принципе. Но в Кремле и, соответственно, в группировке ДНР настаивают на украинском следе. И устраивают целые облавы. Пока перекрыты все границы. Несколько человек уже задержано, которые дали показания. В результате еще подтвердилось, что это украинская диверсия. На следующее утро в субботу съемочной группе Донбасс Реалий удалось попасть на место взрыва. Битые стекла, здание кафе в руинах – это эксклюзивные кадры из Донецка. А всего в нескольких шагах продолжается обычная жизнь. Дончане обсуждают громкую новость и опасаются последствий. Молодой, 42 года. Перспективный. Боюсь эскалации. Уже сказали, поймали в треках. Вчера еще сразу взяли. Как мне кажется, ничего не изменится, потому что убили человека. Поставят нового. У нас последние годы не так все сладко, поэтому как бы... Хуже уже не было. Куда хуже. Ну куда хуже. Думаю, все продолжится, как и было в том направлении, как и шло. Но верхушку группировки ДНР точно ждут серьезные перемены. Вплоть до полной смены ключевых фигур. Говорят о том, что, возможно, это может быть кто-то из обоймы предыдущей украинской власти, представителей которой находится сейчас в Москве. И о главы группировки ДНР трапезников Пушилин, Ходоковский, Бобков и даже украинский экс-премьер Азаров. Кто же займет кресло Захарченко этой осенью? То есть они будут сейчас моделировать политическое крыло сепаратистов Донбасса. И для того, чтобы запхать Донбасс назад в Украину на российских условиях. Взрыв в Донецке поставил точку в целой главе еще не написанной истории Донбасской войны. После гибели Захарченко в руководстве группировок ДНР и ЛНР не осталось никого из тех, кто участвовал в так называемой «Русской весне 2014-го». На смену полевым командирам приходят новые лица. И похоже, что уже этой осенью в зоне конфликта начнется новый политический сезон. Андрей Дегтяренко, Евгений Головин, Донбасс Реалии, Радио Свобода. Напряжение в Азовском море нарастает. Российские пограничники и ФСБ задерживают все больше судов, направляющихся в Мариуполь и Бердянск. Россия систематически несколько месяцев бьет по экономике украинских портов. Но и в Украине, и за рубежом уверены, все это лишь начало блокады и даже военной экспансии. Что Украина может противопоставить России на Азовском море? И какой помощи стоит ждать от Запада? Разбирался Роман Погулыч. Условную атаку противника на морское побережье украинская армия отбивает регулярно. И на Черном, и на Азовском морях. Для обороны от нападения с моря Украина держит на готове танки, пушки и реактивную артиллерию. Прежде всего, такие учения проходят в зоне операции объединенных сил на Азовском побережье. Но у экспертов есть сомнения, задействует ли весь этот арсенал в боевых условиях. В случае высадки, реактивной системы залпового огня и артиллерии, они будут просто неэффективны. В Азовском море флота военно-морских сил нет. Тут дежурят два десятка разных катеров-пограничников. Вооружение пулеметное. Тут тоже постоянно проводят учения. Все лето российские пограничники затягивают проверку судов, следующих в порты Мариуполя и Бердянска. Подойдите на минуту для проверки документов. От нескольких часов до нескольких дней простое кораблей выливается в убытки и для портов, и для судовладельцев. К началу августа не меньше полторы сотни судов выбились из графика. Не думаю, что это прямо сейчас обсуждается, но я несомненно вижу основания, чтобы рассматривать введение дополнительных санкций. Если Россия продолжит экономическую блокаду или, того хуже, использует это как отправную точку для новой военной агрессии на юго-востоке Украины. Среди прочего, Киев просит систему контроля за морем у США. В счет денег, заложенных в американский оборонный бюджет, 2019. Как рассказывает эксперт, ракетами Гарифон можно оснастить украинские катера и корабли. Ведь своих комплексов, как, например, еще советский рубеж, у Украины уже нет. Остались в Крыму, так и запас ракет к ним. Мы имели два ракетных дивизиона, мы имели ракетные катера, которые имели эти ракеты, и которые могли, в принципе, там не новые ракеты, П-15М, Термит, но они могли хотя бы как-то противодействовать россиянам. Среди тех кораблей, которые Россия нам повернула в 2014 году, ракетный катер Прилуки, но он без ракет. Замена потерь и разработка уже украинских конструкторов. Крылатая противокорабельная ракета разработки КБ «Луч» в СМИ получила название «Нептун». Дальность стрельбы по морским целям – 280 километров с возможностью увеличения. Тип – осколочно-фугасная, способна уничтожать как морские, так и наземные цели. Высота полета от 10 до 30 метров, на конечном отрезке – 4-5 метров. Проходит испытание. Все силы брошены на разработку этой ракеты. Все деньги, которые были предусмотрены в бюджете Министерства обороны на танки, на модернизацию танков, они брошены на проект «Нептун». Эксперт прогнозирует, что «Нептун» на вооружение возьмут через год одновременно и для наземного, и морского базирования. Пока на испытаниях ракета максимально пролетала 100 километров. На момент ее появления в войсках может отодвинуться на несколько лет. Ракеты в будущем также установят на катера «Лань». Адаптированный вариант катера уже поставляли во Вьетнам. Первый из трех для украинских ВМС должны начать строить в этом году. Треба понимать, что флот – это комплексная состава силы и средства. Мы не можем сформировать только береговую компоненту и думать, что у нас все хорошо. Береговая компонента – это первым кроком. Следующим обязательно должна быть морская компонента, то есть размещение ракет на надводных платформах. Потом должна быть авиационная компонент. И они должны все-таки дополнивать один одного. Разрывать договор о сотрудничестве в Азовском море с РФ не планируют. Это может привести к территориальному спору, заявляют в украинском МИДе. А значит, российские корабли имеют абсолютно законное право подплывать к украинскому побережью в Азовском море. Роман Погулыч, Роман Ребрий, Радио «Свобода», Донбасс-Реалии. Россия отгораживается от Украины забором и день шахтера в оккупированном Донецке. Во второй части – Донбасс-Реалии. Передел территории. Как живут украинцы на российской границе. Эксклюзив Донбасс-Реалии. Перешел, да и пошел. Вот так-то вот. А как иначе? Конечно, нарушение. Народные гуляния под флагами группировки ДНР. Донецк отметил двойной праздник. Украина планирует разорвать договор о дружбе с Россией. В документе, который подписали более 20 лет назад, есть пункт о признании и нерушимости границ. Не говоря уже об аннексии Крыма и войне на востоке Украины, на многих участках эта самая граница – понятие довольно условное. Донбасс-Реалии побывали в украинском селе дорога, в которой идет по территории РФ. Почему ее внезапно перекрыли? И как Украина и Россия делят одну улицу? Смотрите прямо сейчас. Украинское село, в которое ездили через Россию. И закрыть вот это все, что вы вздыхаете нахрен. Че, как это называется? Зачем пограничники перекрыли дорогу? Патрулювание делянки, обслеживание подступов до державного кордона. И почему на ближайшем украинском пункте пропуска выстраиваются очереди в Ростовскую область? Мы сами с Луганской все области, но едем через Россию. Наряд украинских пограничников дежурит вблизи свежевыкрашенных бетонных блоков. Дальше проезд закрыт. Здесь заканчивается Украина и начинается Россия. Вот эту желтую табличку российские пограничники поставили буквально несколько недель назад. На них написано, что Российская Федерация прохит проезд забрана. То есть, потрапление по-дальшему за ней будет расцениваться как порушение державного кордона. Дорога, которую перекрыли пограничники, ведет с украинского райцентра Меловое в украинское село Зариновка. Но 4 километра пути проходят по территории РФ. Именно на въезде и выезде со своего участка россияне обозначили границу. Но если установлено уже показчик, что это государственный кордон Российской Федерации, то люди могут остановить, затримать и в отношении них складывать административные документы. Чтобы этого не случилось, пограничники перенаправили машины на грунтовую дорогу по украинской территории. Несколько километров через поле Подсолнухов на российской стороне границы пролетает вертолет. Выезд на асфальт как раз вблизи Зариновки. В селе не наберется и полторы сотни жителей. Местные возмущены. Осенью и зимой к ним полями не проедешь. До первого дождя, сказал маршрутник, до первого дождя я вас возю. Как закурить, замыть, и все. Я же не самоубийца, чтобы возить и застрять вот там где-то. Сробили, не дай Бог, в больницу попробуй доехать, скорую выкликать, лекарства в аптеку, то, что угодно. Альтернативная дорога отсюда в районный центр по территории Украины значительно длиннее. 52 километра вместо 14. Кроме Зариновки, через Россию в Меловое ездили жители еще нескольких сел. А как ты бы Россия поставила? Россия бы свою поставила, и блок, и блокпост поставила, и свою охрану поставила. Ну, поставили ж украинцы. Бо зникало про что мы. Совсем тут дураки. Та мы живем сто лет с Россией. Ходили, и они до нас, и мы до них. Чего Россия тут у нас агресор? Та мы агресорство бачим только из Украины. Ближайший пункт пропуска в Россию как раз в Меловом. Это уникальный поселок, где дома с одной стороны улицы Дружбы народов – Украина, а с другой – Россия, поселок Чердково. А вы из России, да? А в Украину не ходите? А кто туда пускает? Смотришь, нету, никого, никто не стоит. Перешел, да и пошел. Вот так-то вот. А как иначе? Фактически, конечно, нарушение. Но жизнь, к которой еще со времен Советского Союза привыкли в Меловом, похоже, заканчивается. Буквально на следующий день, после того, как Донбасс-реалии уехали из поселка, российские пограничники на улице Дружбы народов прямо на асфальте начали устанавливать забор. Ограждение, которое возводит погранслужба РФ, на работу пункта пропуска пока не влияет. В Меловое многие приезжают с подконтрольной боевикам ЛНР территории. В Меловом я там прописана, ну, как временно прописана, чтобы получать эту пенсию. А сейчас вот возвращаюсь пока домой. Там поживу дома недельки две, потом через 59 дней опять сюда приезжаю. Смотрите, вот это же все с Луганского приезжали. Они все приезжают сюда, здесь пенсию получают, там им дают дотацию какую-то по 2,5 тысячи. Вот, а здесь получают, приходят пенсию. Смотрите. После Мелового пенсионеры по территории России едут на контролируемый боевиками пункт пропуска Изварина. Оттуда в Луганск и другие оккупированные города. Этот путь для многих легче многочасового ожидания на КПВВ в станице Луганской. Хотя в Украине он и считается незаконным. Штрафуют, штрафуют, ну, пока, пока кто его знает как. Пока не платите? Ну, пока нет. Ну, говорят, мы все передаем в суд, а там будет видно, как это все. Есть в очереди и настоящие жители Мелового. Валентина Григорьевна на велосипеде в Россию ездит 2-3 раза в неделю. Продавать молоко в этот раз взяла с собой 3 литра. По данным пограничников, каждый день пункт пропуска в Меловом пересекают 3 тысячи людей. В основном украинцы. Есть еще россияне, которые живут на улице Дружбы народов. Когда-то пункт пропуска был и в Зариновке, а местные дети ходили в школу в российские села. Теперь граница закрыта, хотя визуально незаметно. В отличие от Мелового, где российские пограничники поставили забор прямо на асфальте посреди улицы Дружбы народов. Ярослав Кречко, Евгений Головин. Донбасс. Реалии. Радио Свобода. Донбасс отпраздновал День Шахтера. Один из главных праздников для жителей региона. В оккупированном Донецке он еще совпадает с Днем Города. Какие развлечения боевики группировки ДНР предложили дончанам на этот раз? И что на самом деле об этих гуляниях думают жители Донецка? Расскажет Татьяна Авинникова. День Шахтера. Главный праздник для всего Донбасса. Обязательно. Здесь. Но в оккупированном Донецке у этого дня свои особенности. Весь город в цветах группировки ДНР. Музыку тоже заказывают боевики. Наверное, это первый раз. Серьезно, я доверилась тебе. Это просто первый раз с тобой мы. Так близко. Это самый первый раз. Чербакова. Маршал приезжает. Рефлекс. Дончанам в очередной раз привезли российских поп-звезд прошлого. Спасибо огромное за горячий прием, за вашу любовь к музыке. О концерте и не только множество сюжетов на ДНРовском ТВ. Спасибо вам, родные наши. Низкий вам поклон. Конечно, праздную. Я дончанка корена, и дети мои дончане. Поэтому, конечно, да. День шахтеров в Донецке к тому же совпадает из днем города. А вот видите, вышли на улицу. Массовые гуляния, конечно, в центре. Выставки всякие. Интересно походить, посмотреть. Вот традиционная ярмарка мастеров. А это выставка «Автоэкзотика-2018». На ярмарке национальных блюд чего только нет. Несмотря на это, о праздничном кулинарном фестивале подконтрольный боевикам телеканал выпустил именно такой сюжет. Не обошлось, конечно, и без русских традиций. Вот она, та самая русская печь и каравай, с которым в доме у русского человека принято встречать только дорогих гостей. О детях тоже не забыли. Господа дети, здравствуйте! Здравствуйте! Я думаю, что я буду приезжать к вам часто, если вы не против. Ну и на душе праздник. А что, что они празднуют? Картошка, огурцы. С водочки начали. Куча, может, венца немножко. И если одни рады народным гуляниям или концертам, другие день шахтера предпочитают провести в кругу семьи, не участвуя в торжествах под флагами группировки ДНР. И вместе вспомнить, как отмечали этот день раньше, до войны. Ну, тогда как-то было, я вам скажу, что как-то веселее, больше народа было. Татьяна Авинникова, Донбасс Реалии, Радио Свобода. Это были Донбасс Реалии. Мы рассказываем о Донбассе то, о чем молчат другие. Я Ярослав Кречко. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова